Музыка Информационный портал «Права. Нет. Ру» продолжает цикл видеоконференций. Сегодня мы будем обсуждать достаточно интересный приказ Минздрава России, номер 425Н, который появился совсем недавно и вступает в силу с 27 ноября 2016 года. Для обсуждения его проблемных моментов, а сейчас я как раз перед вашими глазами и представлю тему видеоконференции, я пригласил своих коллег и позволю их представить. Я приветствую Михаила Белкина, он представитель Республики Крым, возглавляет Центр медицинского права в Республике Крым. Добрый день, Михаил. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать на данной конференции и готов с вами поделиться своими мыслями. Ниже Иван Печерей представляет Московский медико-стоматологический университет имени Евдокимова, доцент кафедры судебной медицины и медицинского права. Иван, здравствуйте. Добрый день. Ниже Игорь Степанов, город Яровславль, врач-невролог, возглавляет общественную организацию больных рассеянным склерозом ГЕФЕСТ. Добрый день, Игорь. Добрый день, коллеги. Дальше. Прекрасная половина человечества Екатерина Парахина. Она работает в роддоме номер 2 бюджетного учреждения здравоохранения города Омска. Добрый день, Екатерина. Добрый день. И Иван Давальченко, возглавляет юридическую шлунбу роддома номер 2 города Омска. Мой коллега. Добрый день, Иван. Добрый день. Итак, переходим к тому вопросу, которому и посвящена видеоконференция. Я традиционно позволю себе сделать некий экскурс в историю данного приказа и к правым нормам, которые он регулирует. Итак, вы знаете 323 федеральный закон, предоставляющий право пациента знакомиться с медицинской документацией, отражающей его состояние здоровья. Перед вашими глазами первая редакция 323 федерального закона. Однако, в 2013 году в конце часть 4 статьи 22 изменилась и оказывается право предоставления, право знакомства с медицинской документацией будет реализовано не просто в рамках этого закона, а на основании того порядка, который установил уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере охраны здоровья. Ну, конечно же, им является Минздрав России. Спустя 3 года появился 425 приказ от буквы Н от 29 июня 2016 года. Всего прошло-то каких-то 3 года. И в этом нормативном акте изложено следующее. Максимальные сроки ожидания должны соответствовать законодательству, регулирующему порядок рассмотрения обращений граждан. Я вам напомню правовую норму из 59 федерального закона. 30 дней с момента регистрации письменного обращения. Но есть еще принципы охраны здоровья, которые предполагают, во-первых, приоритет интересов при оказании медицинской помощи, во-вторых, должностные лица отвечают за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья. В 425 приказе есть еще одна интересная норма, которая предоставила право пациенту знакомиться с медицинской документацией, если речь идет об амбулаторном приеме, либо посещении пациента врачами, медицинскими работниками на дому. И есть еще правовая норма Кодекса об административных правонарушениях, статья 5.39. Если порядок установленной рассмотрения обращений нарушается, то это облечет меры административной ответственности в том размере, который перед вашими глазами. Итак, переходим к тем вопросам, которые я выставил для видеоконференции. Первый вопрос. Как же соотнести максимальный срок 30 дней с момента регистрации письменного обращения с приоритетом тех прав и интересов пациентов, которые установлены 323-м федеральным законом? Мы начнем этот обсуждать вопрос в следующем порядке. Я озвучу. Сначала выступает Михаил Белкин, потом Иван Печерей, Игорь Степанов, Екатерина Парыхина и завершает выступление Иван Довальченко. Итак, Михаил, предоставляем вам первому скуму. Как же относится к данным документам? Да никак это относится. Только что нам показали нормативно-правовые документы, которые говорят о том, что пациент может знакомиться в момент посещения на дому и в момент нахождения в поднеклинике. Ну, также и в стационаре. Возникает вопрос. 30 дней и нахождение, например, пациента в стационаре. Что ж, получается, он должен написать заявление на имя главного врача, чтобы главный врач разрешил ему взять историю болезни, посмотреть, какие сделаны записи и так далее. Идет на лицо противоречивание. В жизни все совсем наоборот. В принципе, в стационаре, как специалист, который практик, я вам так вот и сказал, как это бывает. На приеме пациент обращается к доктору. Доктор хочу ознакомиться с теми записями, что вы мне сделали. Чаще всего врачи не идут на конфликт, предоставляют возможность посмотреть запись. Пациент при желании может сделать. Это чаще всего. Но, однако, возникает конфликтная ситуация. Считаю, что эту норму нужно переработать, уменьшить сроки и уточнить, в соответствии с законом об обращении граждан, какие сроки могут предоставляться. Возможно, стоит сказать, что необходимо 30 дней для изготовления попи или надлежащим образом заверенных копий направить в ПЦН. Если такая есть. Все, спасибо. Иван. Я бы тоже лихо сказал, да никак не соотносится. Да вот только одна маленькая деталь. Буквально недавно общался с коллегой, у которого было уникальнейшее судебное решение, где судья поставил приоритет интересов пациента над положением трудового фондса о рабочем времени медицинского работника и не признал незаконным выговор, когда медицинский работник отказался отказать пациенту медицинской помощи в нерабочем времени. Причем там было достаточно много. Он просто был не на работе. Поэтому здесь не стал бы так смело утверждать. Поэтому, да, здесь был вопрос именно правоприменения. А что касается соотношения седренного срока, я бы соотнес бы его все-таки к закону Российской Федерации о защите прав потребителей. Вот здесь я вижу более серьезный момент, потому что у нас по закону защите прав потребителей обращение потребителей рассматривается в течение 10 дней, а не 30. А как раз, когда потребитель обращается с вопросом об информации, это сопроводающий право потребителя на информацию предоставленного суда. Поэтому хотя бы на основании этого срок, на мой взгляд, можно было делать. Здесь я вижу очень такую нехорошую организацию, которая как раз именно уже при применении данного приказа может сейчас возникать и решаться не в пользу. Да, но я к вам задам вопрос. В 425 приказе про закон о защите прав потребителя вообще ничего не говорится. Но тем не менее, приказ под законный акт, он противоречит закону защите прав потребителя в данной части, фактически. Все, понял, точка зрения есть на Игорь. Я полностью согласен с предыдущими поступающими, но тут, может быть, имеет смысл разработать некий административный регламент, потому что по некоторым органам государственной власти разрабатываются определенные административные регламенты, которые определяют порядок обращения, именно с обращениями граждан. Почему? Потому что в данном случае затрагиваются интересы, жизненные интересы и здоровье граждан. Поэтому должен быть разработан соответствующий регламент, который позволяет в более короткие сроки именно применить вот эту вот норму, которая регламентирует именно знакомство с медицинской документацией. Это должен, может, мы же можем на основании закона издать любой подзаконный акт, в том числе и где-то и локальные правила работы медицинского учреждения. Закон это не запрещает, во всяком случае, который улучшает качество и оказание информационных услуг пациенту, если это не противоречит и не ухудшает положение гражданина в соответствии с существующим законодательством. Спасибо. А давайте теперь послушаем представителей бюджетного учреждения здравоохранения. Что они думают по этому поводу? Екатерина? Ну, в частности, я согласна с предыдущими аппаратурами, в том, что 30-дневные сроки довольно-таки медицинные для пациента. Но нужно учитывать такие факторы, как не только стационарное лечение и прохождение лечения настоящими, но и обращение пациентов, которые для медицинской помощи довольно-таки давно по срокам. То есть эту медицинскую документацию можно будет сформировать и поднять этому резервативные документы, в том числе и предоставить этому пациенту. Также зависит от количества обращений и от желающих познакомиться с медицинской документацией. Поэтому в дневные сроки действительно медицинская документация должна предоставляться до 30 дней. Медицинское учреждение, естественно, будет намного быстрее предоставлять эту возможность ограничивать медицинское учреждение 10-ти днями или 15-ти днями. Наверное, это будет затруднительно в исполнении и соблюдении нормативных актов и соблюдении в том числе и прав пациентов. Спасибо. Иван Довальченко. Буквально сегодня мы разработали регламент по указанию руководителя о том, каким образом будет у нас работать данный приказ учреждения. Мы предусмотрели все сроки, которые, в принципе, нужны для того, чтобы заявление, поступившее истинное, было рассмотрено. Далее, после оформления, должен быть уведомлен пациент о том, что документы готовы к ознакомлению. В принципе, я поддерживаю мнение Екатерины в той части, что сроки, они, конечно же, на первый взгляд, кажутся большими, но они ограничатся все-таки 30-ю днями с таким расчетом, чтобы была возможность не только реализовать право пациента, но и в целом никаким образом не ограничить в правах самих медицинских работников и медицинскую организацию. Поэтому, в целом, мне видится, что сроки довольно-таки укладываются в те требования, которые установлены федеральным законодательством о порядке рассмотрения обращения. Так как сам порядок отношений между пациентом и медицинской организацией в целом соответствует гражданскому законодательству. Более подробно указано в статье 1 гражданского конкурса. У меня все. Вы полагаете, эти сроки обоснованы, и никаких противоречий между правами пациента при оказании медицинской помощи, приоритетом его интересов и 30-дневным сроком не существует? В целом, я думаю о том, что 30 дней – это срок, который определяется периодом максимальным. Конечно же, я согласен с тем, что в необходимых случаях рассмотрение не обязательно должно тянуться 30 дней. То есть разумный срок, как мы записали все в приказе, с момента поступления документа, документы в действительности, в течение 3 дней принимается решение о назначении предварительной даты для ознакомления с меддокументацией. То есть проволочки здесь быть не должны. Спасибо за Вашу точку зрения. Я тоже ее выскажу. Мне представляется 30 дней. 30 днями, согласно 59 ФЗ, но рассматривать нужно индивидуально и ставить все-таки во главу угла принцип приоритета интересов пациентов, потому что все-таки он главный участник лечебного процесса, мне представляется. Идем дальше. Следующий вопрос, который на Ваше обсуждение я также выношу. Перед Вашими глазами следующее изложено. В приказе в 425-м Н ничего не сказано о праве пациента фотографировать медицинскую документацию, когда он находится в этом отдельном помещении. Вытекает ли из содержания 425-го приказа, что пациент в этом помещении может вытащить планшет, смартфон, цифровой фотоаппарат и ни с кем не согласовывая сфотографировать свою медицинскую документацию, чтобы потом дома в комфортных условиях не торопясь все это сделать. Я предлагаю следующий порядок обсуждения. Начнем с Игоря Степанова, потом будем подниматься вверх, а дальше пойдем по следующему ряду. Итак, Игорь, Ваша точка зрения. Точка зрения такова, что пациент имеет право фотографировать информацию. Мое мнение основывается на следующем. Дело в том, что информация, которая содержится в медицинской карте, это информация о состоянии здоровья пациента, и она неразрывно с ним связана. То есть это неотделимая часть таких данных личных, которые не могут быть даже отчуждаемы. При этом, так сказать, сама по себе история болезни, она является лишь документом, то есть вещью, которая отражает эту информацию, которая, по сути дела, касается пациента и неразрывно с ним связана. Следовательно, мы из других актов знаем, что пациент может распоряжаться информацией о своей здоровье. Да, может, даже когда подписывает информационное согласие, даже без подписания информационного согласия, он указывает, кому можно передать информацию или никому не передавать. То есть он имеет право распоряжаться той информацией, которая в том числе содержится в амбулаторной карте или в карте стационарного больного. Следовательно, он имеет, поскольку он имеет право распоряжаться, знакомиться с этой информацией, он может ее и копировать, поскольку, так сказать, история болезни не является предметом гражданского оборота, какого-то вечного права, хотя формально она принадлежит медицинской организации, но она неразрывно несет информацию, ту, с которой связана именно личность этого человека и сам человек. А поскольку он имеет право распоряжаться данной информацией, он имеет право ее копировать, фотографировать и проводить все те мероприятия, которые он считает нужным, имея эту информацию на руках. Игорь? Понял. Иван? Да, но здесь я тоже был весьма удивлен, когда увидел, как много комментируют данное положение, именно в части того, что раз приказом не установлена возможность проводить фотосъемку документом, значит, она и при ней невозможна. Мне это очень странно, потому что у нас, в принципе, фотосъемка практически ничем не ограничена. Есть только ряд ограничений, касающихся режимных объектов и не более. И другой момент тоже, на который не обращают внимания, дело в том, что у нас же есть, действительно, часть пятая, статья 22, которая позволяет пациенту вообще получать все документы на организации. Как получается, он их может получить. Даже что же мешает ему цифрографировать. Ну и кроме того, да, здесь, если говорить вообще о гражданском праве, можно прооперировать гражданскому кодексу, статья 2, устанавливающая фактически принцип дозволительной направленности. И что не запрещено, да, законно, то разрешено. Поэтому здесь никаких нарушений со стороны пациента, если он будет фотографировать, не цифрографироваться, я не вижу. И считаю, что это вполне можно и даже, наверное, нужно делать, потому что это значительно упростит процесс работы с ним. Спасибо. Я хотел бы здесь обратить внимание вот еще на какой нюанс. Действительно, в данном приказе не прописано о том, что пациент может делать фотофорки данного документа. Поэтому в жизни приходится сталкиваться с тем, когда пациент приходит в лечебное учреждение, ему говорят, да, вот знакомьтесь, делайте выписки. Но так как данная документация является собственностью учреждения, мы вам не разрешаем фотографировать. Поэтому я считаю, что есть такая необходимость права, чтобы внести в приказы о том, что для ознакомления пациент может делать фотофорки. Это первый нюанс. Теперь по поводу фотофорки. Бывает необходимость в том, чтобы не просто сфотографировать, но и надлежащим образом заверить данный документ. В моей практике я неоднократно сталкивался с тем, что в момент ознакомления в документе выложена одна информация. При предоставлении уже подлинников документов, скажем, правоохранительные органы или судебные органы, данный документ является совсем с другим текстом, с записками, уже замерены. Поэтому это очень важный нюанс, при котором человек имеет возможность не просто сфотографировать, распечатать и надлежащим образом сзади. Но мы пока вышли за пределы данного вопроса. Давайте выясним представителей практического здравоохранения, у юристов, у Ивана Довальченко. Раз у вас положение внутреннее уже в роддоме номер 2 разработано, то как вы ответите на вопрос, может ли пациент фотографировать медицинскую документацию, находясь в этой комнате? Да, уважаемые коллеги, я разделяю мнение всех, кто озвучил свои видения. Но самое удивительное, мне кажется, кроется в том, что приказ 425-й Н прямо указывает на то, что документация должна быть в финале предоставлена для того, чтобы пациент либо его законный представитель с ней ознакомился. Ну и как сказал Игорь, это есть его право, которое он реализует именно в целях получения информации, необходимой ему, скорее всего, жизненно важную информацию, для того, чтобы каким-то образом повлиять на свое состояние здоровья либо на состояние здоровья своих родственников, если это представить. Поэтому, получив право узнать все сведения, которые отражают текущее состояние пациента, я соглашусь с мнением Ивана в том, что закон не запрещает полностью получить тот объем информации и в том виде, который он необходим для дальнейшего использования. Так как любое фотографирование, как и факт ознакомления, прежде всего, наверное, заключается в том, чтобы получить действительную информацию, а не для того, чтобы реализовать свое право бессмысленно. Поэтому мы, по сути, не делали акцент на том, что можно фотографировать или нет, так как подзаконный акт, которым является приказ ведомственный, тоже не может переписывать понятие гражданского законодательства. И в целом необходимости в том, чтобы говорить, можно или нельзя, нет. Если он посчитает нужным пациент, либо законный представитель, зафиксировать информацию в том виде, которое ему предоставлено, значит, он это право реализует. Екатерина? Я тоже согласна с приведенными доводами в части фотографирования документации. Как говорится, не запрещено у нас, что разрешено. Пациент ограничивает правила фотографирования. Наверное, это противоречит как гражданскому законодательству, как до сути 323-го афтериального закона, в котором будет рассмотрено право на ознакомление и на получение копий, и на полное информирование о том, что записано в медицинской документации, самим пациентом, его запомнил представителя. Фотографирование и как нужно рассмотреть всем правам, предоставленным пациенту. Поэтому запрещать, фотографировать, ссылаясь на то, что медицинская документация принадлежит учреждение. Необоснованно. Исключительно приведет лишь к затягиванию процесса, потому что так или иначе пациент сможет получить копии либо так, в добровольном порядке, либо через другие станции. Коллеги, как приятно услышать единообразный подход к праву пациентов фотографировать медицинскую документацию. Я бы был искренне рад, чтобы, Михаил попозже немножко, чтобы во всех медицинских организациях было такое же единообразие. Но что-то мне подсказывает, может быть, обратное. Почему? Потому что раз 323-й федеральный закон установил в том порядке, в котором изложено в приказе Минздрава России ознакомление с медицинской документацией, а в нем права на фотографирование нет, то значит пациент фотографировать не может. Надеюсь, что подобного не будет. Михаил, вы что-то хотели добавить? Да, Алексей Владимирович, мне очень приятно позиция представителя родильного дома номер 2 и начальника юридической службы. Но жизнь показывает все наоборот. Жизнь показывает, что если не написано, дорогие коллеги, что можно фотографировать, значит мы вам не дадим фотографировать, а будете у нас только читать и писать. Поэтому, если юристам в приказе, я считаю, необходимо внести в него дополнение. И это крайне необходимо, потому что с подобной практикой сталкиваемся мы, юристы, не только по медицинской документации, также сталкиваемся и с подобной практикой в Следственном комитете, когда открывают документы, говорят, а вы можете познакомиться, а вот не написано, что вы можете снимать копии. Поэтому все же считаю, что данный нормативный документ дождается в том, чтобы внести в него изменения, где было бы документы, что имеется право сделать вот по копии. Михаил, спасибо. Точка зрения понятна. Мое предложение следующее. Нашу видеоконференцию сделать официальным комментарием в части реализации права на фотографирование медицинской документации, как дополнение к приказу номер 425-Н. Ну, это, конечно же, шутка. Идем дальше. Показываю презентацию. Следующий вопрос, который, конечно же, тоже важен. Как я уже говорил в самом начале, предоставлено право пациенту знакомства с медицинской документацией при амбулаторном приеме или даже при посещении его на дому. Сейчас подъем ОРЗ, врачи на дом выходят. Возникает закономерный вопрос. А каким образом, какой должен быть алгоритм реализации данного права пациента с точки зрения права применения? И позвольте мне на этот раз дать слово правой колонке нашей видеоконференции. Начнем с Екатерины Парахиной, потом будет Иван Давальченко, а дальше пойдем слева вниз по первой колоночке. Итак, Екатерина. Ну, здесь вопрос, я думаю, не составит сложности, потому что когда приходится на приеме или непосредственно в момент заполнения находится рядом с врачом, их его препятствия чинить пациенту, но это только зарождать скандал, скажем так, между пациентом и врачом, потому что ограничивать права на ознакомление с тем, что записано, и в полноте записанного, ну, это полное нарушение прав пациентов, которое ни к чему не приведет. Как мне для очередения, так и для самого пациента. Поэтому проблема предоставления пациента для прочтения, для ознакомления, медицинской документации непосредственно при приеме, и в том числе при амбулаторном посещении, я думаю, не должно возникать вопрос в данном. Алгоритм, алгоритм. Вот я пациент, да, я хочу познакомиться с меддокументацией согласно приказу 425-Н, действия медицинского работника. Предоставить по окончанию заполнения медицинской документации, предоставить для ознакомления, если есть какие-то у пациента пожелания дополнить, например, тот же собранный анамнез или какие-то уточнить вопросы, что не мешает медицинскому работнику внести эти вопросы, даже записать со словом пациента, потому что это практикуется, записывается. с жалобой пациента, что нельзя сделать дописку и в этом же случае предоставить ему следование каких препятствий. Все, Екатерина, спасибо. Иван, давай, Сенька. Я считаю, что сложилась все-таки хорошая практика в том, мы в женской консультации номер один практикуем уже, наверное, более полугода. После посещения доктора пациентам, значит, внесения соответствующих записей медицинской документации, предоставляем возможность ознакомиться пациенту. Я думаю, что прежде всего это направлено на то, чтобы избежать каких-либо конфликтов, прежде всего, каких-то недопониманий между пациентом и врачом. Что касается вопроса именно на дому, когда находится врач, то, в принципе, я разделяю мнение Екатерины в том, что доктор, в принципе, независимо от места, будь то дом, либо медицинская организация, скорее всего, находится там в связи с исполнением своих обязанностей, как врача. Так как врач в обязательном порядке проводит осмотр и все результаты осмотра вносит в медицинскую документацию, то пациент имеет право ознакомиться именно в тот момент, в который эта запись вносилась. Соответственно, если речь идет об ознакомлении с ценой информации, я думаю, что здесь говорить об этом нельзя, потому что медицинскую карту не каждый врач с собой носит, и, соответственно, предоставлять возможность пациенту листать ее полностью, я думаю, нет необходимости. Это мое мнение. Спасибо, отближу, отближу, Михаил так улыбается скептически. Прошу. Алексей Валентинович, ну вот я как бы внимательно слышу своих коллег и благие пожелания, но я вам хочу жизненные новеллы. Совсем в жизни все. Кратко, кратко. А по-другому будет заключаться в чем? Мы все знаем, сколько врач должен принять пациента в течение своего рабочего дня. Начну вначале амбулаторный. Вот давайте себе представим, как обычно за дверями кабинета стоит человек 15, на одного пациента 12 минут врач должен осмотреть, написать, заполнить, не всегда он все это успевает. Чаще всего он тезисно что-то пишет, потом по окончании приема садится, дописывает, что он там не дописал. Вот вы представьте, пациент врач его смотрел, говорит, а я теперь хочу сфотографировать. Я вам сразу говорю, в 99% случаев врач скажет, а вот в соответствии с приказом вы напишите заявление на имя заведующего отделения или главного врача нашей полипедники, он может резолюцию, и я вам дам. Это вот то, что будет в 92% случаев. Я хочу обратить внимание, что все присутствующие, не только юристы, медики, но в то же время и пациенты, которые сами могут оказаться в шкуре того же пациента в любой момент. Поэтому первое, возникает конфликтоген. Ничего не прописано. Даша, правильно сказал мой коллега, приводит врач, не всегда врач берет с собой на участок, ну, если много людей, медицинскую документацию пациента. Он заранее мог ознакомиться, он берет листик, там делает какие-то записи. И всегда он имеет возможность, как я уже ранее беру, сделать их в полном объеме, все записать, тот же самый осмотр, так называемый статус локали и так далее. Поэтому также думаю, что будет возникать такой вариант, что врач про себя подумает, ага, я же не в полном объеме закончил. А описание, хочу обратить внимание, уважаемые коллеги, есть такая вещь, как приказ документации. Написано алгоритм заполнения медицинской документации, инструкция по заполнению. Что нужно описать? Как описать органы системы? Какой вас следует? Михаил, Михаил, я вас прерываю. Ваша точка зрения, понятно, у нас время. Возвращение, что диск, заложенный конфликт, он будет заключаться в том, что, учитывая вот эту норму в приказе, я очень сомневаюсь, что сразу пациенту в жизни будут давать на знакомление. Поэтому тоже нуждается в дополнение в этой части приказ, где бы было описано, что обязан привлекать по-вкусному, а не письменному. Михаил, достаточно. Михаил, достаточно. Иван, просьба отвечать на вопрос. Алгоритм действий медицинского работника при знакомстве пациента с медицинской документацией. Что он должен сделать? Да, я при полной солидарности практически с мнениями моих коллег, я хотел бы на двух моментах застрелить внимание, именно в части практической реализации данного алгоритма. Но момент первый. Прием сам. Действительно, как справедливо было отмечено. Прием у нас достаточно димитирован по времени, и времени на него фактически мало. Соответственно, если пациент начнет реализовывать свое право на получение информации о записи медицинской документации во время приема, получается, время приема удлиняется. Тем самым нарушаются права других пациентов. А это уже ни много ни мало противоречия нашей конституции, матушке, если так уж глубоко копнуть. Здесь, на самом деле, я бы выдвинул бы такую точку зрения, что если пациент на приеме, изъявляя желание ознакомиться с записями, врачу необходимо действительно сделать ему эту возможность, но только в рамках реализации чрезвычайного приказа, а именно в специально отреденном помещении, по определенный срок. То есть направлять письменные заявления на имя, собственно говоря, руководителя. Мне кажется так. Потому что иначе действительно можно попасть в такую ситуацию, что просто время приема будет очень сильно удлиняться. И тогда это будет просто мешать оказанию медицинской помощи. Таковой. Это первое. Второй момент. Я здесь вижу несколько иную ситуацию, связанную с амбулаторным приемом посещениями на дому. Когда, например, ситуация, когда пациент лежачий, который не может ходить, к которому неоднократно ходит практический терапевт, и он в какой-то момент начнет тоже реализовывать свое право на получение, соответственно, информации, которая есть в медицинской комитации. Вот здесь, в этой ситуации, наверное, я не вижу другого выхода, как каким-то образом нужно организовывать доставку ему надо в медицинской карте. Потому что право такое он имеет. Как он может знакомиться? Он сам по этому не может. И как он? Ну, просто иначе это сделать нельзя. То есть здесь, в этом я еще вижу определенную сложность для медицинской комитации. То есть амбулаторные карты все-таки, наверное, придется как-то выносить в медицинской организации. К сожалению. Вот, наверное, такое мнение. Игорь, теперь Ваша последняя точка зрения по этому вопросу. Еще одна проблема встает. Какая? Дело в том, что мы можем предоставить медицинскую карту амбулаторную пациенту. И можем просто, и делаем порой, так сказать, это и врачи это делают. Но когда пациент смотрит в эту амбулаторную карту, он не обладает специальными знаниями, чтобы воспринять ту информацию, которую. А закон 323 требует от нас еще в доступной форме сообщить пациенту информацию о его здоровье. То есть еще расшифровать то, что там написано. По сути дела, так сказать, на врача вторая ответственность идет. Не только показать информацию, но и объяснить ее пациенту в доступной форме. Следовательно, это тоже как-то должно быть отражено. То есть по закону, по приказу мы должны предоставить карту, а по закону мы должны объяснить и донести информацию пациенту в доступной для него форме. Это вообще никак не прописано в законе, в приказе, который мы сейчас обсуждаем. Но это увеличивает время, увеличивает затраты и временные, и нагрузка на врача увеличивается. Следовательно, мне кажется, что надо вот как-то вот эти два момента тоже объединить. Объединить право на знакомство с амбулаторной картой на дому и на законное право пациента получить информацию в доступной форме о состоянии своего здоровья. Вот как это сделать, надо думать. Я продолжу свой алгоритм. Мне представляется следующее. Если я как пациент запрашиваю знакомство с медицинской документацией, то Игорь Степанов, как врач в медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, должен записать. По требованию пациента предоставлена медицинская карта для ознакомления. Дата, подпись. После того, как я как пациент Панов со своей медицинской документацией ознакомился, наверное, Игорь может меня попросить. Алексей, пожалуйста, распишитесь о том, что вы с медицинской документацией ознакомлены. Ничто не мешает мне, как пациенту, поставить подпись в дату. Таким образом, мне представляется, будет подтверждение факта, что мое право как пациента реализовано. Идем дальше. Последний, заключительный вопрос нашей видеоконференции. Если есть порядок, если есть правовые нормы, то должна быть и определенная юридическая ответственность за несоблюдение правовых норм. Как я уже озвучивал в начале видеоконференции, есть статья 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Давайте с вами экспертно пообсуждаем, можно ли ее вменить должностному лицу медицинской организации, если порядок, установленный 425 приказом, будет нарушен. Я позволю предоставить себе слово сначала для Игоря Степанова. Дальше пойдем вверх и по часовой стрелке. Я считаю, что безусловно можно применить статью 5.39 административного кодекса административных правонарушений на основании того, что данная информация является важной для гражданина, для пациента и неполучение данной информации, которая имеется в амбулаторной карте в частности или в карте стационарного больного, имеет жизненно важное значение и может повлиять не только на здоровье, но и на жизнь, на судьбу пациента. И поэтому сокрытие или непредоставление данной информации является серьезным достаточно правонарушением, которое регламентируется в том числе статьей 5.39 кодекса административных правонарушений. Вот мое мнение. Спасибо. Иван. Да, я, собственно, солидарен. Действительно, на мой взгляд, это статья применима, потому что действительно статья 5.39 устанавливает ответственность за непредоставление гражданинной информации фактически. А сейчас это требование федерального закона и конкретизировано создающим приказом. Поэтому, если порядок будет нарушен, безусловно, данная статья может применима ужасным лицам соответствующим. А что нам скажет Михаил? Скажут все. Я с мнением коллег согласен. Но прокуратура считается всем по-другому. И сейчас, дорогие коллеги, вам буквально в течение минуты объясню. На протяжении ряда лет мы получаем специальные доверенности на предоставление интересов пациентам в лечебных учреждениях, где записано в том числе из всех медицинских учреждений получать любую информацию, касающуюся здоровья моего, а также содержащую любые персональные данные. Вот в этом году мы в очередной раз обратились в один из роддомов города Симпрополя, после чего при наличии вот такой доверенности коллеги, нотариально заверенной, тем, что я перечислил, мы получили отказ. Но это впервые за все годы. После чего мы обратились в прокуратуру о привлечении должностного лица по статье 5.39. В итоге мы получили ответ о том, что если должностного лица не усматриваются признаков права нарушения, были вынуждены обратиться в административный суд. Административный суд первой инстанции признал действия противозаконными. Однако апелляционный суд посчитал, что нарушений действий главного врача не было. Соответственно, отменил решение суда первой инстанции. Сейчас мы новый веков принимаем действий. Поэтому я вам так хочу сказать, что здесь очень много вопросов. Статья есть, но практическое применение, к сожалению, желает лучшего. Но это и жизнь. Но с вашей мыслью я согласен. Сейчас это впервые. Поэтому я вам привожу пример. Спасибо, Михаил. Обратимся к практическому здравоохранению. Иван, что скажете? Будет ли вменена статья 5.39 КОАПа в отношении главного врача родильного дома номер 2, если не будет выполнено требование приказа 425Н? Я соглашусь с мнением коллег в той части, что любой документ, которым является приказ Министерства здравоохранения, это своего рода норма, которая регулирует правоотношения, в которых находятся пациент и медицинская организация. Как было сказано Михаилом, действительно, прокуратура отслеживает в целом соблюдение законодательства. И не всегда объективно может быть дает оценку тем обстоятельствам, которые складываются фактически. Но мы с вами как практики прекрасно понимаем, что любое обращение пациента об ущемлении его прав явно анализируется с точки зрения правоприменения того приказа, который предписывает, каким образом должна поступить медицинская организация. Я считаю, что действительно, если будет жалова со стороны пациента, то не федеральный закон 323 будет рассматриваться, а, соответственно, этот приказ. И насколько этот приказ действительно приписывает тот порядок, который должен выполняться медицинской организацией и с фактическим ее исполнением, будут, соответственно, сделаны выводы привлекать или не привлекать к ответственности медицинскую организацию в лице главного врача. В случае, что эти организации должны исполнить свое обязанное, в каком объеме и в какие сроки. Поэтому возможно, что именно эта ситуация будет применяться нарушителем прав пациентов, которым неправоверно будут рассказывать именно предоставление медицинской документации, либо затягивать с исполнением медицинской обязанности по предоставлению документации. Благодарю, Екатерина. Я думаю, что опять мы с вами солидарны. Есть правая норма, как действия правообязанных лиц, есть санкция, возможная статья 5.39 КОАПа. Мы с вами не исключаем, что эта норма административной ответственности может применяться. Но будет ли применяться, как акцентировал внимание Михаил, конечно, покажет правоприменительная практика. А на критерии действия правовых норм, потому что судьи толкуют право. Уважаемые коллеги, я искренне рад общению с вами. Благодаря такой могучей кучке мы обозначили целый ряд проблем, которые могут даже в голове и не возникнуть без такого вот обсуждения. Я благодарю вас за участие и желаю вам всем успехов в вашей профессиональной деятельности. До свидания. До свидания. До свидания, уважаемые коллеги. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!